Всем огромный привет! Думала я, мне продолжение прежнего сериала сделать, либо по парфюмам новый создать. Решила все-таки новый, потому что там были запасы и то, что я использовала. А парфюмы это все в действии, все в работе, все использую. Девочки, мальчики, запросов было очень много на парфюмы. Я хочу сразу немножко оговориться. Я буду описывать ароматы так, как вижу их я, как слышу их я. Это сугубо личное мнение. Очень часто бывает так, что я говорю аромат сладкий, а кто-то мне говорит, что в нем вообще сладости нет. Или мне кажется он вечерним, а кто-то считает его вообще ежедневным. Поэтому, естественно, это все сугубо личное мнение. Не все я буду зачитывать ноты, потому что это перелопатить нужно очень много информации, чтобы еще и ноты прочитать. А как многие знают, я еще и работаю. Ну, в общем, все, что смогла, я сейчас делаю. У меня ароматов очень много. Основная их часть – это подарки. Причем подарки не только девочек, но и компаний. Вот, например, в компании Avon очень часто идут в подарок именно ароматы. И вот всех больше у меня ароматов от компании Avon. С них я и начну. И львиная доля – это подарки самой компании. Ну, плюс еще мне присылали подарки. Что-то купила я сама. Поэтому купаться буду в духах. Их будет очень много. Будьте к этому готовы. Спрашивать, зачем мне столько, не стоит. Срок годности, не переживайте. Он нормальный. Вообще, хотя и пишется 3 года. У меня есть аромат. Но, правда, не от компании Avon, которому 8 лет. И он вот как был прекрасно звучащий. Так он таким и остался. Поэтому даже парфюмеры говорят, что на самом деле аромат может испортиться, если он неправильно хранится. И если он там, ну, может быть, в воздух попадает. Или еще как-то вот что-то происходит с самим футляром. Ну, ладно, это все не столь важно. Давайте я начну, иначе я буду говорить очень долго. У меня есть два аромата. Слышите, я уже как гремлю. Потому что их много. Вот такие два брата у меня есть. Это Premier Lux. На самих флакончиках нигде не написано, что это Premier Lux. Только разве что, может, внизу. Этот Premier Lux, этот Premier Lux Gold Blush. Это достаточно сложные оба аромата. Было время, когда я просто мечтала вот об этом. Но мне его прислали в подарок. Premier Lux мне подарил сам, ну, сама компания Avon. За два года вот всего вот столько я истратила у этого. И почти столько же за год у второго. Это ароматы зимы. Это ароматы, наверное, вот, знаете, меховых воротничков и помпонов. Они очень сложные, очень тяжелые, сладкие, но при этом настолько красивые. Один из них я нашла, описание. И благополучно потеряла. Сейчас я буду, наверное, в бумажках долго ковыряться. А нет, вот, все нашла. В самом вот, сам первый Premier Lux. Сюда входит магнолия, жасмин и гордения. Вот такой вот интересный аромат. Люблю оба, но вот этот вот очень сильно. Он сладкий. Это из ароматов прямо сладость-сладость. Классненький. Сейчас у Premier Lux выпустили еще и третий аромат. Он чуть-чуть в розовинку еще кажется. Но я его не брала, поэтому не знаю. У меня только эти два. Есть вот такая ленивка. Ой, мамочки. Все падает. От Пурбланка. У меня было 4 водички Пурбланка. Все 4, которые там есть. Но вот, к сожалению, вот эта блажь, она была лимитированная. И на мой вкус самая вкусная. Начиная с ранней осени и до поздней весны. Это аромат, который я очень люблю носить на улицу. Он достаточно сладкий такой. И цветочный. Тут и фрукты, и цветы. Но классный аромат. У меня нет его описания. Но из разряда сладких. Дальше от Пурбланка у меня есть классический аромат. Тут зеленая крышка. Просто ее сделали тогда как лимитированную версию. Ну, знаете, как вот праздничную такую. В таком вот оформлении интересном. Она у меня как-то упала и разбилась сама крышка. Но аромат не пострадал. Вот ноты Пурбланка вот этой я сейчас вам скажу. Фрезия, пион и гелиотроп. Ну, я бы ее назвала вот чисто цветочный и классический аромат. Этот аромат, кстати, тот, который я не могу узнать. То есть он настолько классический, что вот есть мужские ароматы, которые мы говорим там, ну, это мужской аромат. И уже этим все сказано. Вот это вот женский аромат, и этим все сказано. Есть у меня еще одна Пурбланка. Вот такая синенькая. Ну, по-русски элегант. А как она на английском звучит, я лучше не буду. Произносить. Просто рассмешу вас. Сюда входят лесные ягоды, цветы жасмина и белый мускус. Вот такой интересный. Но она приятная. Вы знаете, она такая приятная. Вот у нее есть даже такие любители, кто только вот ее покупает. Но, конечно, таких мало. У меня одна из подруг прямо очень любит и выделяет именно этот аромат. Вот говорит, мое и все. Дальше. Из высоких баночек у меня громыхают. У меня есть Прима. Не знаю, найду ли я быстро Приму. Но это тоже аромат, который я бы назвала. Ну, компотами, конечно, их не назвать, но он достаточно сладкий. Тут есть фрукты. Так, сюда входят ноты сливы, прованская роза и кедр. Вот такое интересное сочетание. Мне он очень, прямо очень нравится. Тут есть и сладость, и чуть-чуть отдаленно где-то звучат цитрусы. Для меня это красивый аромат. Но, насколько я знаю, у него есть и те, кому он не нравится. Но это из разряда, вот, знаете, как говорят, Эйвен узнаваем. Вот сладость Эйвеновская. Узнаваемая. С этим я соглашусь. Следующий аромат. Это у меня в единственном экземпляре, но их в компании есть четыре. Вот такой зелененький. Это Summer White Sunset. Нет, это не Sunset. Sunset оранжевая крышка. А у меня Summer White. Я вам так-то и не прочитаю. Но неважно. Тут, в общем, крышками можно определяться. Зеленая крышечка. Крышечка. А то меня поправляют. Так, в нее входит свежий лимон, ландыш и бархатцы. Вот то, что тут ландыш, я его слышу. Тут лимон с ландышом так переплетается. И очень приятный аромат. В нем есть какая-то свежесть такая. Ну, какое-то обаяние от него идет. Интересный. Покажу свою любовь. Это Fleur. Крайне редко я сейчас уже вижу этот аромат в компании. Я думала, его не выведут ни за что из каталога. У меня был один... В общем, у меня один флакон полностью закончился. Я купила второй. И мне прислали в подарок как-то за что-то третий. Но третий я подарила. А вот второй у меня целый еще остался. Очень люблю вот этот аромат Fleur. В нем и свежесть, и сладость так переплетаются. Вот для меня это очень красивый аромат. Вообще, я считаю, аромат на 80% попадания в то, что вам понравится. Так, дальше. Думаю, с чего начать дальше. Ну, вы знаете, из высоких я вам покажу вот этот аромат. Он уже вышел из каталога. Я уже даже забыла, как он называется. Очень красивая у него упаковочка. Это чисто цветы. И очень красивый такой легкий аромат. Но я им пользуюсь редко. То есть, это не тот аромат, к которому тянется моя рука. Хотя, ну, я признаю, что он интересный. У меня таких много, которые я признаю их интересными. Но сама не пользуюсь. Ну, женщина в доме, я не одна. Поэтому, если, видите, он заканчивается. Ну, не заканчивается, а идет. Значит, мама им пользуется. Еще один покажу аромат, который из каталога тоже вышел. Тоже, к сожалению, уже не помню, как он называется. У Эйвена есть некоторый аромат. Видите, нигде ничего не написано. Коробки я не сохраняю. Для меня это лишний объем в ящиках. Вот такая вот пушистая юбочка у него. Этот интересный аромат. Я бы его назвала летним. В нем очень много свежести. И наверняка в нем есть что-то цитрусовое такое. Даже такое яркое. Цитрусовое, типа лимона. Дальше. Давайте я вам покажу. Вот еще Тудей. У меня большая Тудей. Было раньше 50-30 мл. Он закончился. И была какая-то тоже акция. И вот мне Тудей пришел по этой акции. Или я его обменяла на баллы. Ну, в общем, я была очень рада, что он у меня появился. Так, давайте я вам про Тудей расскажу. Сюда входят гибискус, ваточник сирийский и мускус. Тудей для меня это вообще любовь. Пользуюсь я им крайне редко. Ну, зимой. Зимой я им пользуюсь. Но крайне редко. Очень люблю этот аромат. Для меня он какой-то вот, можно сказать, даже красиво звучащий и дорогой. Вот так вот я его вижу, слышу. Уронила я тут одну бумажку, к сожалению. Вот то, что я уронила, я вам сейчас, наверное, и покажу. Так, это вот этот аромат из этой серии тоже. Амор. Сюда входят цитрус, жасмин и мускус. Вот этот аромат очень красивый. Для меня он какой-то вот по звучанию похожий на Шанель Шанс. На Шанель Шанс желтенький, кажется, который. Ну, я вам покажу в какой-то из частей тот Шанс, на который он похож. Единственное, конечно, Шанель Шанс очень красиво раскрывается. Там первые, вторые, третьи ноты. В этом скромнее звучит вот само звучание аромата. Вот такой он интересный. Он свежий, яркий, красивый. Те, кто любит, чтобы был ярко цитрус звучал, не только цветы. Вот это вот в этом аромате. Можно найти. Следующий аромат я не опишу, но покажу. Тоже из ТТА линейки сердца. Вот такой вот красивый флакон. Это сердечко снимается вот такое, оно симпатичное. И аромат цветы. Яркие, красивые цветы. Дома для меня он немножечко, ну вот как и сам Тудей, немножко души. Для меня это не домашний аромат. И похожий на этот аромат, тоже вот из этой линейки, вот осталось тут уже меньше половинки, это Энблом. Этот аромат, по-моему, даже снимали, потом возвращали. Но он красивый. Красивый цветочный аромат. Дальше. С этим разобрались. Сейчас я вам, знаете, что покажу? Это последняя их новинка. Кинзо. Мнения настолько разделились. Очень многие девочки ждали чего-то вау-эффектного от этого кинзо. Для меня это, я не знаю, красота цветов. Мне этот аромат понравился. Опять же, может потому, что я в нем слышу ярко цитрусы. Причем цитрусы не дешевые, а достаточно дорогие. Сейчас я ноты прочитаю. Водяная лилия, фиалка, ирис. И вот эта вот свежесть, я не знаю, это водяная лилия так ярко звучит, но я слышу лимонную цедру даже. И вот это вот переходит в какие-то цветы. Ну, красивый аромат для меня чисто летний такой. Зимой прохладный он слишком, он освежает. Ну, у каждого свой вкус, некоторым не понравился. Дальше, из дорогих ароматов, которые покидают тоже каталог Эйвен, у меня есть Кристиан Лакруа Амбре. Описать его не смогу, но тут, видите, такая бутылочка интересная. Донышко-то вот тут. То есть, бутылка глубокая, кажется, но вот на самом деле аромата вот столько. Этот аромат тоже, я бы сказала, дорогой, красивый. Но этот уже, хоть и есть в нём свежесть, но есть в нём и сладость. В отличие от предыдущего, этот такой раскрывается поинтересней. Он у меня не один, к счастью, у меня есть даже один в запасе. Чему я очень рада, мне не так давно подарили. И после того, как подарили, я начала этим активнее пользоваться, ну, потому что уже не так жалко. А так всё хотелось поэкономить. Кстати, из того, что у меня есть во втором экземпляре, это Пурбланка Блаж. Я её хотела сначала подарить, но когда узнала, что из каталога он ушёл, а у меня осталось, видно, да, немножко, я решила его оставить тоже себе. Больше у меня двойных нет. Всё, что было двойное, я уже подарила. Дальше. Так, думаю, откуда начать. Давайте я вам покажу персив. Из персивов у меня есть три. Это самый классический. Вот этот аромат, вы знаете, я его когда тестирую, я согласна, что он приятный. Приятный, цветочный, в какой-то мере свежий. Но я его вот в крышку побрызгаю, но иногда потестирую на запястье. И всё, и убираю. Почему, не знаю. Но не мой. Наверное, не мой аромат, да, вот как девочки говорят, это не мой аромат. Вот. Сюда входит фрезия, груша, мускус. Вот вы знаете, как раз, да, в нём свежесть. И вот груша, сладость, отдалённая сладость груши присутствует. Но хотя её я в аромате не слышу. Больше цветы. И, ну, какая-то спиртовая яркая нота в начале сейчас, сложно сказать. Ну, вот этот аромат оказался не мой. А у меня подруга постоянно его берёт. Она говорит, что надо, чтобы он был всегда у неё дома. Следующее. У меня есть персив дью. Это такой зелёненький уже аромат. Вот он мне нравится гораздо больше. В нём я чувствую свежесть, яркость. Так, сейчас я вам скажу, что в него входит. Фрезия Денисандал. Вот как раз он морской цитрусовый аромат. Да, да, вот эти вот цитрусы, которые я уже многие знают, очень люблю. Вот в нём очень ярко, красиво раскрываются. И ещё у меня есть персив последний, который вышел. Оазис. А вот в этом аромате есть одна нотка, которая в конце раскрывается. Вы знаете, вот когда я только наношу его, он такой красивый, он мне так нравится. Но потом раскрывается последняя нота и ощущение, что она на меня вот как прилипла. И пока её не смоешь, я её слышу, чувствую, она меня душит. Я не знаю почему. И такая ерунда происходила с тремя ароматами от Avon. Вот один из них – это Оазис. Я не знаю, что там за нота последняя, которая не шла к моему телу. Я не знаю, почему вот такая ерунда. Кстати, то же самое было с Charm. Пурбланка Charm с сиреневой крышкой, которая у них. Вот я его тоже не могла. Также вот час, два, пять, и я слышу вот эту ноту, которая прилипла и просто душит. Не смогла пользоваться. Дальше. Давайте я вам, знаете, какой ещё аромат покажу? У меня просто на бумажке он тоже есть. А то я сейчас отложу и забуду. Это Парижский Шик. Вот такая Франция. У меня есть. Причём, вы знаете, у меня эта Франция есть вдвоём. В двойном экземпляре есть ещё вот такая. Мне не так давно её подарили. Но вот эта без пульверизатора. Вы поняли, без чего. А эта уже хорошенькая. Так что, если закончится вдруг один, то можно открыть второй. Ну, про этот аромат сейчас я вам тоже зачитаю. Потом скажу своё мнение. Это шипрово-фруктовый аромат, итальянский мандарин, роза-бакара, древесно-амбровый аккорд. Вы знаете, вот в нём вроде вот этот мандарин-то я чувствую, мой любимый. Может быть, вот эта роза-бакара. Но что-то делает этот аромат, ну, для меня лично, для меня постным. Если можно так назвать. Нету в нём какой-то яркости. Вот ощущение, что его немножко притушили. Знаете, как недосолёная пища. Вот что-то такое. Вроде он нежный, такой приятный. Но в то же время, вот чего-то в нём, мне кажется, не хватает. Но это может быть потому, что я очень люблю яркость цитрусов. И вот этой изюминки, как я это называю, не хватает. Но на самом деле, парфюмеры же лучше меня знают. Этот аромат имеет много поклонников, и он многим нравится. Зимой я его тоже с удовольствием ношу на улицу. Но не так, что вот прямо к нему рука тянется. Я его намеренно одеваю на себя и ношу. Но это не часто. Так, хочу показать взрыв такой сладости в моей коллекции. И у меня нету их описания. Но я бы вот одним словом описала ваниль. Я сейчас сразу все выстрою. Это Far Away. Вот самый последний вышел. Infinity. До этого, на десятилетие этого аромата, Far Away Gold был. У меня нету только Sunset, кажется. Так, да? Far Away Bella. Или вот этот у меня, наверное, Bella. А есть еще один Far Away. У меня его нет. И самый первый. Он у меня, ну, к сожалению, вот в таком формате, в 30-миллилитровом. Но вы знаете, это вот за два года. И при этом я могу сказать, что мне этот аромат нравится. Вот прямо вот все нравятся. Кто-то из них ярче звучит, кто-то слаще, кто-то приторней, можно так сказать. Но вот все вот эти четыре аромата, они очень интересны для меня зимой в самый мороз. Это такое одеяло плюшевое. Вот прям вот укутался. И тепло-тепло тебе. Главное не переборщить. А вот в мороз для меня это просто спасение. Жалко, что плохо видно, но мне кажется, вот этого вообще у меня половина. Я его так активно использовала. И вот зимой это моя зима. Как вот премьер-люкс для меня зима-улица. А вот эти могу даже дома. Но единственный один пшик. Иначе бедные родственники, они все падут, если перестараться. Далее. Сейчас придумаю, что я вам покажу. Давайте я вам покажу в старом еще оформлении. Реа Голд. Тоже он нигде не подписан. Это я в курсе, что это Реа Голд. Он вот так выглядел раньше. Сейчас этот флакон выглядит вот так. И давайте я нотки прочитаю. Цветы апельсина. Бергамот. Амбра. Немного истратила, но люблю. Он настолько стойкий. Это тоже зима для меня. Но у него стойкость. Вот уйдете на весь день на улице на мороз. И мороз его не выдавит из вас. То есть вы придете, и им будет еще долго ваша одежда благоухать. Поэтому его совсем немножко у меня убыло. Один пшик. Причем, знаете, бывает на помпон головы. И я сама его слышу. Сразу покажу еще два ароматика. Это тоже Ре, только Пел. Знаете, я не буду читать. Я сейчас просто ругнусь, если я попробую это прочитать. Кто знает английский, да? Вы поняли название. Не умею я по-английски читать, к сожалению. Но так как Глубокая ночь, Макс спит, он мне тоже не помощник. Так. Сюда входит магнолия, роза, сандал. Вот для меня он потяжелее Голда. Но, ну вот видно, я его прямо совсем мало истратила. Один мой, другой мне прислали в подарок. И вот они у меня как два брата-близнеца стоят. Но зимой я, знаете, один в сумочку бывает кладу, другой у меня стоит в коридоре на полочке. Я, может быть, в конце последней части покажу, как я все это дело храню, расставляю. То все равно эти вопросы будут сыпаться постоянно. Но покажу. Вот, надеюсь, вам понравится. Далее. Хочу вам показать свою любимку, которая просто вот меня покорила. Это мой любимый Miss Mirai Black. Настолько я его полюбила. Вообще, я его когда в пробнике еще только почувствовала. Вот прямо души в нем не чаю. Настолько классный аромат. Он тоже сладкий. Сейчас я вам расскажу его нотки. Если найду. Где мой Miss Mirai? Может, вот тут он у меня? Да, вот здесь он у меня. Так, сюда входит мандарин, эссенция жасмина, бобы тонго. Очень вкусный аромат сладкий, приятный, нежный. Тут и цветы, тут и фрукты. Я не знаю. Но он настолько красиво раскрывается. Вот мне кажется, на моем теле он просто играет. Но это сладкий. Достаточно сладкий аромат. Кто любит сладость, то я думаю, вам понравится. Для меня он прямо вау. Это подарок. Очень дорогой для меня подарок. Дальше по-быстрому покажу два аромата. Потому что их уже в компании нет. Мне их подарили. Они были, кстати, очень дорогими в компании. Вот как Кристиан Лакруа. Не буду названия коверкать. Вот так вот они называются. Очень оба люблю. Пользуюсь не часто, но люблю нежной любовью. Давайте я вас так нежненько отодвину, чтобы у меня ароматы уже умещались как-то. Дальше. Есть у меня вот такой аромат. Имари или имари. Я не знаю, как он правильно звучит. Знаете, сейчас я попробую найти его описание. Нашла. В него входит... А ничего я вам не скажу, что в него входит. У меня тут не написано. В общем, в него входит роза. Яркость розы в него входит. И... Или где-то он у меня был. Сейчас я попробую быстро найти. Да, нашла. Цитрус, жасмин, ваниль. Никакой в нем розы нет. Но вот в нем есть цитрус и ваниль. Они так переплетаются, что, вы знаете, немножко ощущение, что как бы последняя нота перегоняет первую. Ну, знаете, как бы аромат должен раскрываться. А тут не знаешь, чего чувствуешь больше. Ваниль или цитрус. Ну, вообще, первый, конечно, цитрус. Вот когда сейчас пшитнула, первый цитрус. Мне этот аромат понравился. Я знаю, девочки некоторые просто вообще не могут его переносить. Говорят, ну, тяжелый. Прямо даже мужским обзывают. Ну, как обзывают? Называют. Для меня очень красивый, свеженький такой. Он действительно тяжеловат немножко. Но летом в жару на улицу мне он очень нравился. Но истратила я совсем немножко. Не скажу, что прямо вот мое-мое и рука прямо только на нем была. Дальше. Что вам показать дальше? Давайте я вам покажу вот такую малышку. Это Фам. О, я впервые, наверное, не Фэм сказала, а Фам, как положено. Меня часто поправляют. Я знаю, что это Фам, что это женщина по-французски, но вот почему-то хочется прочитать, наверное, английский вариант Фэм бы звучал, да? Не знаю. Ну, в общем, Фам женщина. Что входит в этот Фам? Жасмин, магнолия и древесный аккорд. Вот этот аромат цветочно-фруктово-мускусный. Мне он нравится. У меня было 30 мл, и я их полностью истратила. Но он красиво звучит. Я бы сказала, больше цветочный такой аромат. Но мне почему-то понравился больше Фам Айкон. Вот этот аромат. Первый должен тоже такой же быть, только упаковочка более такая розоватая. Ну, сама жидкость. Вот такая вот розоватенькая, как тут. А флаконы у них похожие. Вот этот желтенький. Так, Фам Айкон. Малина, ирис, ирис, пачули. Тут уже цветочно-древесно-мускусный аромат. Он мне нравится больше. Может, потому что у него сладость добавляется. А сейчас дело к зиме. Вот эта вот малинка сладкая, она его очень украшает. Так, я все вас пытаюсь теперь двигать. Ну, тут есть еще территория, куда можно складывать. Давайте я вам покажу черриш. Вот к черришу у меня особые отношения с черриш. Когда я его первый раз потестировала, я сказала, ну, настолько ужасный аромат. Тут же сплошное древо, древесина одна. Но прошло какое-то время, ой, пшикнуть некогда. Вот тут что, плохо? Видите? Можно в глаз попасть, если приходится просто крышку как бы намочить. Очень приятный аромат. Был момент, когда я его просто, знаете, как вкусила, распробовала. Я не знаю, какими можно словами сказать, но он мне так понравился, он просто заиграл. Очень красивый, интересный аромат. В нем действительно есть что-то древесное, что-то свежее, цветочное. Ну, когда как. Вот эти ароматы бывают, что в разное время года, в разное настроение, по-разному раскрываются. Вот смысл говорит, одно хорошее, другое плохое. Если вот я человек, как личность, мне то нравится, то не нравится. А что говорить? А что говорить? Когда разные люди, разные вкусы. Поэтому ароматов много не бывает. Они вот каждый под свое настроение. Дальше. Очень жаль, но в Эйвен почему-то я не вижу вот этого маленького розового платья. Ну, такое он классное. Тут тоже есть цитрусы. Это аромат, за которым как-то за мной бежала девушка и спрашивала, чем от меня так вкусно пахнет. Это вот был именно этот аромат. Очень интересная бутылочка. Вам видно или нет? Она такая, как знаете, пузатенькая. То есть тут должна быть как бы талия, да? А у нее такая красота, наоборот, округлая. Красивый аромат. В нем тоже есть цитрус немного, есть свежесть, цветы. Вот как-то вот она. Летом очень красиво. Звучит прямо вау. Из платьев у меня есть еще черная маленькая. Это классика Эйвен. Ему много-много лет. Это очень красивый аромат. Я, наверное, уже... А, нет, я прочитаю. Так, так, так. Нет, не прочитаю. А, прочитаю. Сюда входит цикламен, иланг, иланг, и слива. Вот слива с цикламеном, наверное, так сочетаются красиво, что очень красиво он раскрывается. Есть небольшая сладость, есть цветы, и вот эта вот фруктовая небольшая нотка. Но я не знаю его, стоит ли описывать или нет, потому что это классика. Ну, очень красивый. Есть у меня инкадесенс 30 мл. и есть инкадесенс. Это уже дезодорирующий спрей для тела. Вот такой. На лето вот этого, если много, то можно разбавить вот этим. И тогда будет в самый раз. Вот сюда я его поставлю. От инкадесенс я вам сейчас прочитаю. там, кажется, есть ландыш в аромате. Да, ландыш, мимоза и сливочный мускус. Вот такая вот. Ну, такой вот букет интересный в этом аромате. Ну, красивый. Мне он нравится. Этот у меня новенький, мне его только-только прислали, а тем я уже пользовалась спреем. А этот вот сейчас поставлю куда-нибудь на видное место и можно уже с удовольствием пользоваться. Так, еще покажу один раритет, которого в Эйвен нет, но очень жаль, что его убрали. Это Сити Раш. Этот аромат я купила сама. Я его нашла у одного консультанта Эйвен. У нее осталось в продаже. Я ей оплатила и ароматы дорогу доставку и она мне его прислала. Откуда-то он даже с севера ко мне приехал. Я очень рада, что у девочки сохранился этот аромат Сити Раш. Он у меня когда-то был и закончился. Это очень красивый аромат. Настолько красивый. Он какой-то, вы знаете, настоящий, женский, красиво звучащий. Не знаю, он настолько интересный. Особенно, когда, знаете, не время от времени пользуешься ароматом, забываешь его, а когда вот недельку ходишь в одном аромате и он становится до боли твоим и вот прямо с танцеван таким, как домашняя одежка уже такая. Не устали? У меня уже описательные, выразительные эмоции заканчиваются. Что-то у меня ароматов больше, чем слов в лексиконе. Вот этот аромат, сейчас вам покажу. я его сладким бы назвала Avon Lac Lavi. Когда у меня был пробник лака, лак первого самого, мне он показался таким приторным. Мы же территория трендсеттеров и часто у нас ароматы приходят раньше. Ну, например, время жары, да, а осенний аромат вышел у нас в жару. А летом сладкий аромат тестировать это невозможно. И я просто им задохнулась. А потом, когда уже остальные территории стали получать лак, говорю, такой классный, такой вкусный, такой он прямо вот вау. А я вот так и не смогла его. Но когда вот Lac Lavi вышел, я его потестировала, сказала, вау, какой он классный. Он теплый, сладкий, вот сам флакон настолько шикарный. Я тогда от радости сразу оторвала крышку вместе с бантом, как это сделали в принципе многие блогеры. Но интересный аромат тоже. Сейчас он у меня будет вставать на полочку со многими другими и радовать меня осенью. Так, из таких уже ароматов тоже раритетных. Не буду читать названия, посмотрите сами. Коротко, очень понравился. Понравился так, что готова носить. в нем и цветы, и нежность какая-то. Вначале достаточная насыщенность, а вот раскрывается интересно, красиво. Аромат на улицу очень интересный. так, а вот еще один раритет у меня есть. Это вот тут название. Так, сейчас попробую. Вот. Вот такое название у него. Вот он свежий, свежий. И какие-то вот весенние цветы кустовые. Вот, наверное, жасмин с цитрусом. Настолько ярко, красиво он звучит. Вот этот аромат я просто обожаю. Мне очень жаль, что он вышел из каталога. Когда он у меня закончится, я буду скучать. Вот, по свежести я бы его, может быть, в какой-то мере соединила вот с этим. Они не похожи между собой, но вот они какие-то... Ну, вы знаете, вот если про остальные, про многие, нет, не про остальные, про многие, можно сказать, что это вот типичный Эйвен, то вот это нетипичный Эйвен. Этот еще надо понять, что это Эйвен. Так, остались мало интересные, ну, такие обычные, можно сказать. Это вот такие у меня две малышки. Это малина, а это маракуйя. Это моноароматы, они недолго держатся, но для меня это чисто домашние ароматы. Они очень красивые и по стойкости единственное недолгие, но вот для дома самое то, классные. Есть молодежный вот такой аромат, он тогда вышел двойной женский, мужской. Он красивый, но в нем есть, кажется, грейпфрут, вот что-то такое тяжеловатое. Это, вот знаете, для меня эмоции, взрыв эмоций, дискотека, вот смех, вот что-то такое связанное с этим ароматом. Так бы я его описала. Но это молодость, хорошее настроение. Из молодости у меня есть вот такой аромат, тут написано на самом Эйвен. Вот этот аромат, его очень многие хвалили, говорили вау, здорово. Я его купила. Вот хотя люблю цитрусы, тут да, тут прям яркость какая-то из цитрусов, но вот он у меня не идет, вы видите, он у меня почти полный. Может быть вот на фоне всего остального очень сложно, чтобы рука до всего дотянулась, ну вот, может времени пришло. Он такой, знаете, я бы его даже в какой-то мере унисекс назвала, может быть, дам Максимке, вот как пацаней, мальчишеский аромат, он пойдет, тут какие-то цитрусы, тоже взрыв, как и вон тот, вам его уже не видно, да, сейчас я вас попробую вывести, так, чтобы было видно, как и вот самый последний, который я только что показала, ауц, ауцторий, да, в общем, история, у меня такой есть и мужской, и женский, мужской квадратный, женский вот такой, оба интересные ароматы, они были Вейвон, недорогие, парные, ну, надо ждать, когда раскроется, вот, есть недорогие ароматы, которые сначала бьют спиртом, надо раскрывать, чтобы, но интересный вот этот аромат, я не знаю, есть ли он в распродажах или еще где-то, но мне он понравился, тут цветы и есть немного сладости, так, не знаю уж, куда ставить, вот такой аромат Love, я его, наверное, подарю, он, хотя и интересный, но он у меня бедный стоит, вот просто стоит и все, если не ошибаюсь, то в него входила роза, ну, не входила, она же не ушла из него, да, она и входит, но я могу ошибаться, цветочный, аромат цветочный такой, неплохой, ну, вот, почему-то я его не ношу, есть Dazzling Moments, это была лимитированная версия, тут сладко, тут ярко и интересно, он какой-то для меня зимний такой, можно его и дома даже использовать, не задушит, еще одна версия молодежная, это вот это, вот, не знаю, как называется, точнее, но вот он мне понравился, тут тоже есть и свежесть, и яркость, и вот, эмоции, тут есть даже колечко, вот такое, интересное, но неплохой аромат, не только молодежи, он понравится многим, вот этот аромат, уже тоже вышел из каталога, очень милое сердечко, оно у меня больше как украшение лежит, интересный, аромат тоже, он какой-то немножко, наверное, тоже тут, нет, не наверное, вот тут я розу чувствую, тут есть и роза, и что-то такое свежее, и поэтому очень красиво, похоже, как роза утром, роза в саду, как-то вот так, он звучит, ну и оформление прямо, на высоте, у этого аромата, красиво, так, есть у меня вот такая вода, я очень хотела, вот этот аутспокинг фёрджи, это тёмно-фиолетовый флакон, очень хотела его приобрести, но так и не получилось, но было время, когда продавался парфюмированный вот такой спрей, я его взяла, аромат именно тот самый, он оригинальный очень, в чём-то даже тяжёлый, например, когда я его дома использую, мне мама говорит, тяжело, не надо, дома вот мы задыхаемся, я не помню, мне кажется, туда кожа входит, аккорд кожи, как-то вот так, ну неплохой аромат для улицы, в нём есть изюминка, ну вот, я бы его даже, на мужчинах даже, мне понравилось, как звучит, какой-то он такой интересный, и последний, не поверите, но последний аромат, это вот это вот Бразилия, это лето, это яркость, это цитрусы, что-то свежее такое, была водичка туалетная, и был спрей, так как у меня водички есть, я решила, что спрей будет самое то, потому что спреев у меня на лето не так и много, вот такая у меня коллекция ароматов, есть прямо вау любимые, есть те, которые я признаю хорошими, но не пользуюсь, ну и вот после того, как я сейчас разобрала, есть водички, которые я отложу, предложу подругам, раздам, некоторые я уже раздала, и некоторые раздам, ну которые у меня реально стоят, и которыми я, ну рука не тянется, и я не пользуюсь, даже заставить себя не могу ими пользоваться, если есть то, что хочется, то то, что не хочется, ну смысл на себя натягивать, ну чтобы тошнило, да, ну на этом я заканчиваю первую часть моего нового сериала, но этот сериал будет не таким долгим, потому что все остальное, что у меня есть, у меня есть от Reflame, от Mary Kay, и Frosche, кое-что куплено в магазинах, и, ну есть от компании Unitop, ароматы, но они все вместе будут примерно вот столько же, поэтому встретимся в следующей части, надеюсь, хоть и не информативно, но было интересно посмотреть на баночки, на баночки, девочки, сейчас некоторые опять, меня часто обижаются, если я неправильно флаконы называю, ну конечно, на красивые флаконы, на их дизайн, на оформление, всем спасибо за внимание, всем до новых встреч, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok